Федеральный закон об энергосбережении говорит о необходимости стимулирования процесса установки в жилых домах приборов учета. Согласно законодательству, к жилым помещениям, где отсутствуют такие приборы, должны применяться нормативы потребления. С 1 января 2013 года они разделены на две группы. Потребление внутри квартиры, то есть бытовое потребление потребителями, проживающими в жилом помещении. И бытовое потребление потребителями, которое называется общедомовые нужды, то есть то, что находится за пределами жилого помещения. Это не значит, что появился новый платеж. Я сразу хочу сказать, потому что многие путают и начинают паниковать, говорить о том, что вот появился новый платеж, который будет ухудшать нашу жизнь и так далее. Ничего подобного. Это прежний платеж разделили на две составляющие. Нормативы на коммунальные услуги, используемые на общедомовые нужды, по холодному и горячему водоснабжению различаются в зависимости от этажности дома. В каких-то зданиях они снизятся, где-то будут выше. То есть люди понимали, что если они вот в этом многоквартирном доме живут, то они платить должны вот так. Если в соседнем, то вот так. То есть каждый объект, он отличается друг от друга. И от типа жилой застройки, и по каким-то другим еще признакам, ну в зависимости от того вида коммунальных услуг, которые там существуют. Размер платы за отопление пока будет рассчитываться на 12 месяцев, а не на 9, как планировалось по новым правилам. Что касается остальных тарифов, на пресс-конференции привели следующие цифры. Большая часть у нас населения, естественно, проживает в благоустроенном жилье, было в городе Ангарске. И норматив потребления коммунальных услуг по холодной воде был 7 кубических метров, по горячей 5,08. После введения новых нормативов в данном виде домов с такой степенью благоустройства в жилом помещении будет снижение нормативов до 6 кубических метров по холодной воде и до 3,79 по горячей воде. Специалисты еще раз пояснили, что в каждом доме и в каждой квартире платеж за потребление коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды будет различным. По холодной воде с учетом общедомовых нужд у нас будет незначительное увеличение потребления по нормативам в среднем, но в то же время в каких-то домах будет снижение, в каких-то выше среднего увеличения, то есть в среднем на 2,5% ожидается увеличение в среднем по городу. А вот и средние расчеты по увеличению тарифов. На холодную воду рост на 10,5%. За водоотведение и очистку сточных вод на 18%. Тепловая энергия подорожает на 14%. Электрическая энергия 13,9%. Новые тарифы начнут действовать только с 1 июля 2013 года. Однако с учетом того, что нормативы потребления понизились, размер платы за коммунальные услуги и по ряду многоквартирных домов станет меньше. Специалисты посчитали на примере типовой двухкомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра с сетевым газом, в которой проживает два человека. Размер платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом среднего изменения нормативов снизится ориентировочно на 92 рубля по сравнению с декабрем 2012 года. Марина Тенгова, Михаил Терышкин, Местное время.